Всем привет, рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хотела бы вам рассказать некоторые уловки, как наш разум играет с нами. Надеюсь, вам будет интересно это видео. Игры разума, ловушки мышления и почему людьми так легко манипулировать. Мы на крючке. Зная, как функционирует наш мозг, можно управлять нами. Чем, собственно, успешно и занимается реклама, политик и многие другие. Пару лет назад на русском языке была опубликована книга «Не бери в голову». О том, как подсознание влияет на наше решение. Книга прошла незамеченной, а зря. В ней были собраны исследования, которые доказывали, что мозг вертит нами, как хочет. А еще, что нам можно заложить в голову любую мысль, как в фильме «Начало». Расскажу вам о нескольких ловушках мышления. Чем больше мы смотрим на вещи, тем больше они нам нравятся. Мы делаем то, что делают другие. Если вы помните о чем-то, то вовсе не факт, что это происходило на самом деле. Наше восприятие прошлого, наша память, зависит от многих факторов. И, скорее всего, мы помним сильно искаженный вариант действительности. Сила воли постепенно истощается. Как ни странно, у нас ограниченное количество силы воли в организме. Чем больше волевых актов в течение дня мы совершаем, тем сложнее к вечеру нам противостоять искушениям или решать сложные задачи. В общем, понаблюдайте за собой, и вы поймете, что ваш выбор зависит от многих факторов, и в большинстве случаев решения, которые кажутся взвешенными, абсолютно спонтанными и необъясненными. А теперь поговорим об озарении, силе мгновенных решений. Не ломайте голову, ловите проблеск истины. Чем больше мы преодолеваем себя, тем выше наша самооценка. Чем выше наша самооценка, тем сильнее мы чувствуем, что заслуживаем большего. Чем мы большего заслуживаем, тем качественнее наш выбор. А чем качественнее наш выбор, тем более привлекательную жизнь мы получаем. Я нашла очень интересное стихотворение. Евгения Евтушенко, называется она «Остановитесь» и было выпущено в 1967 году. Проклятие века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленный в центрод. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются спеша. Но ты, хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле. Почуя в пропастью копыт, остановись на полдороги. Доверься небу, как судьбе, подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев отбез шалых, под паровозный хриплый крик. Пойми забегавшийся жалок, остановившийся велик. Пыль суеты, сует сметая. Ты вспомни вечность, наконец. И нерешительность святая, вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, тогда по ложному пути, вперед на ложные светилы, ты не решаешься идти. И напоследок скажу, лучший способ мышления – это не думать. Подумайте об этом. Еще раз огромное спасибо, что вы посмотрели это видео. С вами была Влада. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. Не забудьте подписаться на мой канал. И до новых встреч, новых видео. Всем пока-пока.